Света, интересна тема влияния наночастиц графена на тело и сознание. По научным исследованиям известно, что они попадают в каждого человека через дыхание, воду, еду и фарму. Самолёты распыляют химтрейли и они влияют на всех. Получается, что избежать их попадания внутрь практически невозможно. Но наверняка есть способы уведения или деактивации их вредоносного влияния. Что тебе об этом известно и как ты видишь в теле их влияния? Графен. Я не слышала о графене. Так, ну давайте попробуем посмотреть, что такое графен. Я два года назад марафон был, который первый был марафон, он был на 21 день и на 40 дней, по-моему, если я не ошибаюсь. Я там рассказывала, в какое время суток бодрствовать и почему бодрствовать. Что это чистое поле. Чистое поле от чего? Потому что, да, это вот этот графен, я вот вижу его в человеке как, ну, чтобы было понятно, давайте металлическим языком, как металлическая стружка. И вот эта вот металлическая стружка, у которой пропитан человек, в определенные часы, в определенные часы одна группа людей, например, любит, то есть у нас все люди разбиты на много-много групп. Вот. И, например, для одной группы это те, кто любит, к примеру, моду. И для них вот там по телевизору, там по соцсетям запустили вот это вот. И их раз через вот этот вот запуск, через волны, раз и притянули, вот это как бы магнит социально, вот это вот со всеми вот этими своими плюшками. Это человек, в котором вот присутствует этот графен, графен, и он как бы притянулся, и он притянулся, и меняют его цепочку ДНК, меняют его сознание, и он становится управляемый, вот в этой группе управляемый. И так есть каждая группа, каждая группа, которую можно через что-то управлять. Кого-то через спортзалы, кого-то через моду, кого-то через какие-то практики научные и такие какие-то волшебные. Кто как. И я об этом, да, говорила два года, я не знала просто, что это называется графен. Я их и назвала тогда как металлическая стружка.